итак мы с вами остановились на том что вместе вышили одну розочку дальше я сделал две такие же обратите внимание вот как они смотрят все друг от друга я сделала одним цветом как уже говорил вы можете использовать разные цвета листики вот я один листик уже начала делать я вышиваю лентой 12 миллиметров зеленого цвета вы можете взять оттенок тоже другой 12 миллиметров делаем ленточные стежки и каждый листик делаем отдельно потому что они находятся довольно далеко друг от друга ленту закрепляю на иголочки как обычно с этой стороны опалила я уже конец и делаю листик начиная его из точки между двумя розами разворачиваю здесь опять таки можно его и лицевой стороной изнаночной уложить можно по-разному обязательно небольшой объем оставляю и делаю прокол в ленту то есть ленточный стежок и вот тут важный момент что к следующему листику я не тяну ленту не нужны здесь такие большие переходы на изнанке я отрезаю этот хвостик подпаливаю под листик чтобы вот здесь вокруг не было хвостов и не просвечивала лента и таким же образом делаю эти листик опаливаю опять ленточку и между двумя другими вывожу тоже с объемчиком например на одинаковые стараюсь делать листики одинаковой длины здесь подтягиваю за кромочки с изнанки чтобы получился вот такой острый конец и вот такая получается у нас небольшая композиция 3 розочки 3 листика при желании вы можете ее дополнить увеличить то есть вот сейчас размер этой вышивки примерно 6 сантиметр на изнанке опять-таки отрезаю и подпаливаю вот в этих точках я вначале говорил можно сделать французские узелки каким-то другим цветом беленьким например можно пришить бусинки можно сделать какие-то маленькие цветочки прям с лепесточками например цветочек из пяти лепестков можно остановиться вообще вот на том что у нас есть я хочу пришить бусинки чтобы было поинтереснее бусинки у меня такие здесь у нас размер 4 миллиметра пластиковые перламутровые бусинки можно пришивать по одной в каждую точку можно пришивать по 3 например в каждую точку то есть вот таким образом для того чтобы немножко еще оживить нашу картину я буду использовать сейчас моно нить мы ее давно не использовали сейчас покажу как с ней работать продается она обычно в таких катушках и она очень-очень тоненькая похоже на тонкую леску для того чтобы она не выскакивала из иголки я обычно один конец прямо привязываю кушку пропускаем через ушко моно нить и вот здесь вот завязываем два то и три узелка самых обычных узелков иначе она будет просто каждый раз выскакивать из этого ушка и вы не сможете с ней работать таким образом закрепили а на втором конце есть несколько способов я их уже показывал в нескольких мастер-классах один из них это опалить конец и сделать такой шарик на конце и и очень плохо видно но это хорошо потом будет потому что ее не будет видно и на работе то есть подпаливая вот таким образом кончик у нас образуется на конце вот такой вот шарик и он служит узелком потому что если вы будете завязывать обычный узел то он может постепенно развязаться потому что она такая упругая эта нитка и так я почему взяла эту ниточку потому что я буду от каждой точки переходить по изнанке к следующей то есть я пришиваю одну бусинку вот этой ниточкой думаю что вам ниточку не видно но по движениям понятно бусинку я обычно располагаю так чтобы дырочки были по бокам делаю два шага дальше перехожу к следующей точке и также делают два раза стежок через вторую бусинку ну конечно подбираем такую иголочку чтобы она через бусинку проходила вот у этих бусинок довольно большие дырочки то есть я использую такую иголку обычную корень я просто шью и дальше пройду также по кругу пришью 6 бусинок и так вот что получилось на изнанке у нас ну вообще практически эту нитку не видно то есть вот эти переходы между точками и чтобы на изнанке подшить эту моно нить вот под последней бусинкой я делаю либо много много вот прям порядка четырех пяти вот этих закрепляющих стежков либо иногда я тоже кончик подпаливаю зажигалкой но это очень опасный такой способ потому что вот это вот ниточка быстро очень горит то есть можно оставить вот такой небольшой хвостик и слегка подпалить тут будет тоже такой вот подпаленный конец этой лески и главное что не сжечь лишние вот эти вот ниточки которые подходят к ней поэтому если боитесь то лучше просто несколько сделать стежков и так вот что у нас получилось следующий шаг мы эту вышивку вынимаем из пялец и ножницами зигзаг я обрезаю вот по этой внешней линии и так вот что у меня получилось как сделать сердце еще раз повторюсь что есть мастер-класс в котором мы делали такое же сердце только с бразильской вышивкой и там отдельная часть где очень подробно я все показываю рассказываю как сшить и что сделать сейчас я вам только основные этапы скажу сам мастер-класс вы можете посмотреть в том варианте то есть мы сейчас берем два вот этих вот сердечко мы их соединяем вот так лицо к лицу по вот той линии сшиваем и с одной стороны обязательно мы оставляем участок где-то 5-6 сантиметров для того чтобы можно вывернуть было и затем чтобы набить от сердечко синтепуха либо синтепоном тогда мы его только обязательно вот так вот рвем на части прошивать можно как на машинке если она у вас есть так можно и на руках прошить швом назад иголку например специально чтобы вас не запутать я буду делать это сердце по такому же принципу как делал то то есть тут будет у нас ленточка на которой сердце будет висеть то есть мы берем ленточку можно подлиннее можно короче где-то около 15-20 сантиметров для того чтобы она оказалась в нужном месте в тот момент когда мы ее вшиваем мы ее вставляем вот таким образом внутрь то есть она вот здесь у нас пришьется после выворачивания она окажется у нас именно в нужном месте принципе можно оставить просто прошитый край но если допустим вы шили на руках может быть ко мне очень аккуратно получилось то очень хороший выход это вот такие различные виды тесьмы и по шву мы пришиваем вот эту тесьму и так я прострочил шов на машинке и вот здесь вот оставила промежуток через этот промежуток я выворачиваю сердечко и самое главное что вот это вот подвеска у нас должна оказаться в нужном месте она уже вшит в шов и обязательно все шовчики мы расправляем то есть можно изнутри вот так ножницами поправить все вот эти вот уголочки особенно там где идет изгиб и теперь через вот это отверстие мы набиваем синтепух и затем вот этот шовчик мы зашиваем используя потайной шов то есть очень-очень маленькими стежочками вот так вот аккуратненько зацепляя по чуть-чуть ткань зашиваем зашили вот это вот отверстие еще раз получше распределили синтепух и дальше я пришью тесьму тесьму начинается лучше от веревочки вот отсюда конец тесьмы обычно я тоже слегка опаливаю сжигалкой чтобы этот конец уже остался в таком виде чтобы он не расходился то есть начинаем от веревочки кому в какую сторону удобней шить и маленькими стежочками просто прошиваем вот так вот по шву и возвращаемся сюда же к веревочке можно обычной ниточкой пришивать белые можно мононитью удобно идти по серединке вот этой тесьмы и вот так вот небольшие делать стежки и следить чтобы она шла ровненько по шву и так второй конец тесьмы у меня тоже близко подошел к этой петельке и отдельно я делаю бантик из той же ленты то есть завязывая обычный бантик вот эти кончики обрезаю под углом опаливаю когда я пришивал тесьму то я вот эту ниточку с иголочкой здесь оставила как раз в самый в самой серединке и этой же ниточкой спереди там где у меня вышивка я вот сюда вот в самую серединку где веревочка пришиваю бантик обратите внимание что бантик лучше вот так вот сделать отдельно а не завязывать его здесь потому что так он получается аккуратнее и я пришиваю его вот за эту серединку где узелок стараюсь пришить вот туда прям самую ямочку делаю несколько стежочков и так вот такое сердечко с вышивкой у нас получилось здесь у нас три розочки вышиты ленточкой 6 миллиметров листики бусинки тесьма а также в виде ленточки сделана петелька и бантик вот такая интересная идея который может вам пригодится как на день святого валентина так и просто как небольшой подарок своему близкому человеку сердечко от души и так с вами была разжевалова наталья увидимся в следующих мастер-классах вышивайте вместе со мной желаю вам больших успехов до свидания